Приют Рояли — это проект, который создан в музыкальной лаборатории с целью сохранения старых инструментов, в основном фортепиано, то есть рояли и пианино, которые оказались как бы неуделы, оказались никому не нужны. Но с нашей точки зрения, они на самом деле очень нужны. Они нужны в нашей культуре, они должны быть восстановлены, должны участвовать в музыкальной и художественной жизни современной. С этой проблемой я столкнулся где-то около 10 лет назад, когда стало понятно, что эти инструменты требуют внимания и что это действительно такая культурно-экологическая катастрофа в каком-то смысле. И на сегодняшний день у нас собралось около 50 инструментов, это рояли, пианино, физгармонии. Самая первая задача, которая у нас есть, которую на самом деле мы можем как-то решить, это сохранить то, в общем-то, немногое, что осталось. И для этого в первую очередь нужно иметь возможность перевозить инструменты из одного места на другое. А это зачастую убирается в какие-то финансовые проблемы, потому что перевозка рояли, например, в принципе, стоит около, скажем, в среднем 70 тысяч рублей. Следующий этап, конечно, это реставрация. И, собственно говоря, идея приюта, в отличие от музея, скажем, заключается в том, что эти инструменты должны перестать быть артефактами, а стать живыми, работающими, занятыщими инструментами. Зачастую ситуация складывается так, что какие-то люди или организации не могут больше хранить себе инструменты. Но это, конечно, вопрос уже личного участия, и вопрос собственной совести, как им нужно поступить в данном случае. Но наша задача, в любом случае, когда возникает такая ситуация, вывести этот инструмент и сохранить его до тех пор, пока он не может быть реставрирован, использован. А это может произойти нескоро. Поэтому перевозки – это основная статья расходов нашей деятельности. И на сегодняшний день мы не можем сами с этим финансово справиться, поэтому нам нужна ваша помощь. Она может быть очень небольшой, но даже если она будет очень небольшая, она очень сильно поможет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok